Ортопеды-травматологи, 35 человек, не просто подсказывали, как я говорю, людям, лежащим на операционном столе, какие импортные запчасти им в тело вставить там ортопедически, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома, ну, на карманные расходы хранили. 35 человек. Я, министр здравоохранения, когда он ко мне обратился с вопросом, что будем делать и как тут вот разобраться, я ему предложил пойти в следственный изолятор и там с ними разбираться. Я понимаю, что вы персонально с каждым провели работу. Хотелось бы сегодня в присутствии главного блюстителя нашего закона, генерального прокурора, определиться, что мы будем делать с этими людьми. Я знаю ваше обращение с просьбой взять их на поруки, не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству, направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, здравоохранение по специальности. Печально, что туда попался, ну, грубо говоря, и лечащий врач президента. Ну, я его так, в кавычках называю, который не единожды и президента обследовал. Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон. Он един для всех.